В эфире сейчас в Нефтьюганске. Здравствуйте, студии Нановикова и коротко о главных темах выпуска. Сами виноваты. Жильцы не сумели провести собрание собственников и в итоге их дом останется без капитального ремонта. О чем нужно позаботиться перед отпуском, чтобы не обнаружить лишних дыр в семейном бюджете, расскажет рубрика «Полезно знать». И в 95 можно оставаться настоящей женщиной. Участницу войны Елену Николаевну Дмитриеву сегодня поздравляют с особенным юбилеем. 12-й дом в первом микрорайоне. В следующем году здание может отмечать 50-летний юбилей. Правда, настроение у многих его жильцов совсем не праздничное. Дрявая кровля, сырые стены, затопленный подвал. Решить эти проблемы жильцы требуют управляющую компанию. Однако износ здания настолько большой, что улучшить ситуацию может только капитальный ремонт. А его перенесли аж на 11 лет вперед. Почему Югорский фонд принял такое решение, расскажет наш корреспондент. Я прошу. Я говорю, поменяйте окна нам хоть одно, чтобы вытяжка была. У нас тут тяжело дышать, если вы не заметили. Влажные испарения из подвала идут в подъезд. С потолка валится штукатурка, на стенах грибок. Это один из самых первых домов в Нефтеюганске. Ему 48 лет. На соседних пятиэтажках вовсю идет капитальный ремонт. На многих уже завершен. А здесь и не начинался. Более того, в программе Югорского фонда он запланирован на 29-й год. Инициативный житель Александр Блинов, не понимая, что малой кровью не обойтись, требует ЖЭУ навести порядок. К мастерам и звонил. И главному инженеру мы разговаривали по поводу вытяжек. По поводу электрики я звоню. Сделайте нам свет, пожалуйста, и выключатели. Они нам сказали, мы не будем ничего вам делать. И вообще у вас капитальный ремонт, вам надо все менять. На самом деле капремонт должен был состояться еще в 2016-м. В программе стоял ремонт подвала, канализации, замена систем водоснабжения и отопления. Однако жильцы знали, что куда больше проблемой является ветхая кровля, которая постоянно течет. Чтобы внести в программу изменения, необходимо было собрать подписи большинства собственников. Но жильцы так и не смогли собраться. В итоге перечень работ на бумаге остался прежним. Но фактически ситуация оказалась еще хуже. Подрядчика, который пришел ремонтировать стояки в квартиры, никто не пустил. Так как собственники не заявили провести общее собрание, изменить виды работ путем собрания, сбора подписей, и не дали полноценный допуск. То есть у подрядчика есть определенное процентное соотношение, после которого он может произвести работы. Собственники не предоставили доступ, естественно, и подрядчик не согласился проводить работы. Перенесли на более поздние сроки для того, чтобы решить этот вопрос. Этот дом – бывшее общежитие. По словам Александра Блинова, большинство жильцов не собственники, а квартиранты. Соответственно, давать согласие на ремонт у них и нет права. И беспокоиться о том, что будет через несколько лет незачем. Сейчас возможность обновить дом упущена. В программе его сдвинули аж на 29-й год. К тому времени пятиэтажке будет ровно 60 лет. Управляющая компания планирует провести текущий ремонт, чтобы хоть как-то поддержать здание. На этом доме запланированы плановые технические работы. Это что касаемо по фасаду, по крыльцу, по входной группе. Это будут проводиться работы в летний у нас период, на 18-й год. И все-таки шанс приблизить сроки капитального ремонта у жильцов есть. Для этого им надо объединиться и проголосовать. А протокол собрания собственников направить в ЖЭУ или администрацию города. Виктория Дрягина, Валентин Саблин, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Губернатор Югры Наталья Комарова завтра приезжает в «Нефтеюганск». Ее визит начнется в 9 утра с посещения детского технопарка «Кванториум». Там открывается новая образовательная программа «Виртуальная реальность». А в 10 часов глава региона будет награждать участников окружного конкурса «Семья года». Победители и призеров определят в пяти номинациях. Торжественная церемония состоится в юности. В полдень Наталья Комарова проведет заседание правительства в режиме видеоконференц-связи. А в 2 часа дня на набережной пройдет экологический субботник «Зеленая волна». Глава региона примет участие в посадке саженцев рябины. А в библиотеке в это время состоится открытие международной акции «Спасти и сохранить». Уезжая в отпуск, не забываем про квартиру и счетчики. Коммунальщики отмечают рост задолженности за коммунальные услуги. Горожане подкапливают деньги на поездки и путевки. А после лета, как правило, новые расходы собрать ребенка в сад или школу. В итоге долг накапливается внушительный. И уже бабье лето можно встретить без света, горячей воды и даже канализации. Рубрика «Полезно знать» далее в выпуске. Горячей воды, а в этой квартире разводка идет через батарею, у хозяина больше не будет. Сел в тюрьму, освободился, гулял по стране, а коммунальный долг копился и копился. Почти 400 тысяч рублей. И такое по осени может произойти с каждым. Естественно, люди хотят отдохнуть, но они забывают о том, что надо своевременно оплачивать коммунальные услуги, так как во время их отпуска у них могут и заблокировать карты, и прийти на отключение горячего водоснабжения, либо канализационного стояка. Долг более двух месяцев и управляющая компания уже имеет право подать в суд. Чтобы избежать лишних расходов, стоит уже сейчас подумать об оставленной на время квартире. Про счетчики, чтобы не переплачивать, тоже лучше не забывать. Если уезжаете на месяц, нужно подать последние показания перед отъездом. Если на полтора и более, лучше написать заявление в управляющую компанию, прошу не начислять оплату завода в связи с отъездом. Если же планируете покинуть город более чем на три месяца, это нужно сделать обязательно. Дело в том, что первые три месяца по закону специалисты насчитывают оплату по средним расходам воды именно вашей квартиры. После этого по установленному нормативу потребления. Конечно, это гораздо больше того, что я передаю. Мы можем говорить о том, что индивидуальные приборы учета – это реальное средство экономии. Поскольку, допустим, на горячую воду у нас установлен норматив порядка трех кубов на человека, как показывает практика, но семья из двух человек расходует максимум три куба в месяц. Еще один выход – установить дистанционные счетчики. Показания передаются автоматически. Ряд нефтьюганских управляющих компаний уже начали массово устанавливать их на своих домах, как вариант за счет средств от аренды общедомового имущества. Вы можете обратиться в управляющую компанию, узнать подробно, что это за счетчики, каким образом они облегчат вашу жизнь и установить. Даже если у дома нет арендных средств, допустим, то любой житель может обратиться и установить только в своей квартире. Самое главное, чтобы у управляющей компании было специальное программное обеспечение, которое имеет возможность принимать эти показания. Специалисты по семейному бюджету подсказывают, перед отпуском за коммуналку лучше заплатить вперед хотя бы частично. По осени будут новые расходы на школу и сад. Вылезать из долгов и пени будет еще тяжелее. Наталья Платонова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». С начала года в Нефтьюганске произошло четыре несчастных случая на производстве, один из которых смертельный. Такие цифры озвучили сегодня на городском семинаре по охране труда. Всего приняли участие более двухсот человек. Это специалисты по охране труда, руководители предприятий, юристы. Подробности далее. Анкерная линия – разработка для безопасной работы на высоте, способна выдержать больше двухсот килограммов веса. Устройство было представлено сегодня на выставке средств защиты. Они гарантируют мобильность своей анкерной линии, что большая редкость в наше время. Более того, ее можно устанавливать на 18 метров, плюс она металлическая, что делает ее абсолютно уникальной. Выставка – это только одна из составляющих программы семинара по охране труда. Одними из главных тем в этом году стали изменения в трудовом законодательстве и организация труда молодых работников. При трудоустройстве работников моложе 18 лет – это предварительные медицинские осмотры, в том числе оплата труда. То есть рекомендовано, у нас вчера прошла трехторонняя комиссия, на которую рекомендовано оплачивать труд работникам, которые моложе 18 лет, ниже минимального размера оплаты труда, установленных в Кантамасийском автономном округе Югре. В этом году в Нефтьюганском регионе прокуратурой было проведено свыше 15 проверок на предприятиях, обращали внимание на выплаты сотрудникам и правила внутреннего распорядка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть 17-м, на начало, на первый квартал 18-го года обстановка в целом лучше, чем в прошлом году. То есть меньше нарушений, меньше актов реагирования, на контроле меньше предприятия остается. То есть в целом можно оценивать как удовлетворительное даже по округу. Правда, без происшествий на предприятиях в этом году тоже не обошлось. Зарегистрировано 4 несчастных случая, включая один со смертельным исходом. За нами с вами стоят работники, и мы должны с вами все сделать, для того, чтобы ничего не влияло на их здоровье, тем более жизнь. Помимо этого, в честь Всемирного дня охраны труда лучшим специалистом в этой области администрация вручила благодарственные письма от главы города. Виктория Дрягина, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Для настоящей женщины 95 лет не возраст. Сегодня день рождения у участницы Великой Отечественной войны Елены Николаевны Дмитриевой. Желающих поздравить было много, и все удивлялись, чему расскажет Наталья Платонова. У меня волна, когда ушли. Елена Николаевна – женщина-энергия. Сама по магазинам делает все домашние дела на почетном месте. Атрибут настоящей дамы – духи. Да что там на юбилей? Сама собирается поехать в гости к родственникам. Так интереснее. Хожу, бегаю. Обыкновенное детство, обыкновенная советская семья. В 41-м году прямо со школы рыть окопы. Когда немец подходил к Москве, так нас никого не щадили. Всех подряд. Я в школу ходила тогда еще. И все равно меня забрали. Я школу бросила. Прислали к нам воинскую часть. И вот мы с ними лазили по сугробу с кирками, со всякими лопатами. А уже в 42-м взяли на фронт. Всю войну прошла медсестрой. Такой удивительной, неизгибаемой жительнице Нефтьюганска, конечно, особый почет. Можете не вставать. Мы и так вам приятные слова скажем. Вы в вашем профессии стоять должны. Я, Николаевна, от всей души поздравляю с вашим таким уже большим юбилеем 95 лет. И желаю вам здоровья и счастья. С самых лучших отношений в вашей семье. Чтобы все у вас было прекрасно. Чтобы вы были любимы и обожаемы. Цветы и поздравления от президента. Спасибо. От губернатора и совета ветеранов. Для такой женщины цветов и подарков много не бывает. Мне очень приятно, что вы такая вся красивая, 95 и самостоятельная. Я пришла вас поздравить от депутата окружной думы Владимира Николаевича Семенова. Он знает, что сегодня вам 95 лет. Он желает вам крепкого-крепкого здоровья. Долгих лет вам жизни. На память общее фото в центре и на самом почетном месте, конечно, она. Почти ровесница века. Участницы Великой Отечественной напоследок пожелали курс на 100 лет. Наталья Платонова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». 8 лет сегодня исполнилось детскому телефону доверия. Единый в России номер, как выяснилось, пользуется популярностью среди жителей нашего региона. Причем за помощью часто обращаются не только подростки, но и их родители. По случаю праздника специалисты центра ВЕСТа провели для горожан небольшую развлекательную программу, на которой представили главного символа горячей линии. Номер 8-800-2122 не понаслышке знают сотни юных нефтеюганцев. Ежегодно специалисты детского телефона доверия в Югре принимают более 10 тысяч звонков. Чаще всего детей волнуют вопросы, связанные с самими собой. Это проблема принятия себя, как узнать, что меняется, что изменяется, почему такое настроение. Сложности в учебе, сложности в взаимоотношениях со сверстниками. Иногда бывают трудности какие-то с родителями, я бы сказала, больше непонимание какое-то. Ответы на эти вопросы можно найти с психологом детского телефона доверия. Главная цель сегодняшнего праздника – объяснить юным нефтеюганцам, что обращаться к психологам совсем не зазорно, ведь специалисты центра всеми силами стараются помочь. Я считаю, что краски сейчас весной, телефон доверия намного важнее, потому что контрольный, у всех стресс. И не всегда можешь рассказать родителям или друзьям, потому что они тебе знакомы, и ты боишься их немного. И всегда надо иметь такого человека, с которым ты можешь поговорить. Телефон доверия – краски такое место. К организации праздника присоединились местные предприниматели и волонтерские объединения. А помощь в создании костюма главного символа детского телефона доверия оказал депутат Тюменской областной думы Богдан Богославец. Кстати, инопланетянина Большой Ух в прошлом году придумала маленькая жительница Покачей. С тех пор это главный герой горячей линии в Югре. Кристина Кочерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Ощутить магию книги предлагают всем жителям Нефтеюганцка. 18 мая в Центральной городской библиотеке состоится всероссийская акция «Библия ночь». Двери книгохранилища будут открыты до позднего вечера. Организаторы традиционно предусмотрели две разные программы для детей и для взрослых. В детских аудиториях пройдут игровые программы и мастер-классы. Тематика «Вечера. Мир оживших героев». Найти развлечения по душе смогут все юные посетители. Акция завершится в 21.00. А для взрослых обширная программа продлится почти до полуночи. Читатели ждут выступления вокально-инструментальной студии «Импульс», ночной танцпол, библиокараоке, литературный брейн-ринг и мастер-классы «Арт-вернисаж». На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. До свидания. Продолжение следует...